Если бы вы только знали, сколько вещей я купила благодаря ТикТоку, в этом обзоре я расскажу, что действительно стоит купить по рекомендации ТикТоку. Наверное, это странно. Я приобрела iPad только потому, что я увидела, как его романтизируют в ТикТоке. Просто прекрасная вещь. Если научиться ей правильно пользоваться, то она просто незаменима. Тональная основа от Clinique. Оттенок, который выбрала я, немного желтый. Я делала на нее обзор, и я думаю, что вы видели у просто тысячи миллиардов блогеров. В общем, это сыворотка и тональный крем и SPF 3 в 1. Я пользуюсь, к сожалению, ей только зимой, потому что только зимой моя кожа должна быть полностью перекрыта, а летом вот я ни разу еще не воспользовалась. Это очки от Dior, как у Джонни Деппа. Я видела их тоже по всему ТикТоку, у всех самых модных Beauty Cheeks, и я их просто обожаю. В начале этого года и в конце прошлого это был самый крутой модный тренд и максимайзер от Dior. Неизменил мою жизнь, меня от него очень сильно тошнит, поэтому я им почти не пользуюсь, но это очень хороший блеск, который действительно делает губы визуально больше. Маски. Это просто нет. У меня не было 3 штуки, сейчас у меня вот это вот с авокадо. Это 100% нет, она мне не нравится. Она самая обычная маска, только она стоит в 3 раза дороже, чем обычная, и она стоит эффект увлажнения, как и все остальные, и все. О, на самом деле еще столько разных вещей, но я решила об этом рассказать подробно на своем YouTube-канале. Я сняла целое длинное видео на эту тему, и там я помимо того, что даю оценку, подробно рассказываю каждую вещь, и вообще само видео очень интересно, я очень сильно старалась, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Здесь я оставлю обложку этого видео, как оно называется, также в них свой YouTube-канал, чтобы вам легче было это все найти. Но также вы просто можете зайти в профиль моего ТикТока и оттуда перейти на мой YouTube, что будет также для вас легче. После просмотра обязательно скажите, что вы думаете об этом поводу.